Друзья, всех приветствую! В сегодняшнем видео поговорили с иммиграционным консультантом, который находится в Канаде, обсудили, какие же 6 новых иммиграционных программ вводит канадское правительство для того, чтобы помочь большему количеству людей иммигрировать в Канаду и получить статус постоянного резидента, обсудили, какие новости, какие изменения произошли за последние несколько месяцев в иммиграционном поле, поговорили о том, что сейчас происходит с иммиграцией для студентов международных или для тех, кто приезжает по рабочей визе, можно ли сейчас приехать в Канаду по рабочей визе. Ну и также обсудили важный вопрос касательно тех людей, которые уже получили свои разрешения или получили статус постоянного резидента или разрешение на получение статуса постоянного резидента, но еще не могут приехать в Канаду, которые ждут своего одобрения на то, чтобы приехать в Канаду. Мы обсудили, как человеку приехать в Канаду в таком положении. Поэтому, если интересно, продолжайте смотреть это видео, не забывайте подписываться и оценить это видео. Также, если вам будет интересно получить платную консультацию, подчеркиваю, бесплатные консультации Сергей не проводит. Если платную консультацию хотите подчеркнуть, переходите под описание, там есть контакты Сергея, можно с ним связаться и заказать консультацию, ну или полностью помощь в оформлении миграции в Канаду. Все, переходим к просмотру. Приятного просмотра! Сергей, приветствую тебя! Привет, британская Колумбия! Солнечная, можно сказать. Привет солнечному Монреалю, который в локдауне, да? Да-да-да-да, с комендантским часом, прошу заметить. Да-да. Хорошо, мы с тобой записывали последний раз подобное видео в середине января, вот разговаривали на тему результатов 2020 года в плане миграции, да, что поменялось, потому что поменялось все с ног на голову буквально за двадцатый год карантинный нашей, пандемийный. И обсуждали тогда и начало 2021 года, то есть какие-то новшества, какие-то тренды. Сейчас мы вот уже находимся в середине апреля, да, уже что-то поменялось с этого времени, прошло там почти три месяца. Давай поговорим, что поменялось, потому что сейчас тут у нас много новостей идет о новых иммиграционных программах, которые шесть сразу якобы иммиграционных программ, вот обсудим сегодня их, да. Вот, но давай начнем с того, что вообще какие изменения ты видел в плане иммиграции за последние вот три месяца или там за первый квартал двадцать первого года. Ну, собственно, я продолжу то, что я говорил в прошлый раз, что вот эта вот тенденция, связанная с тем, что если мы говорим про иммиграцию, что министерство иммиграции делать полный упор, как бы полный акцент только на тех людях, которые находятся в Канаде уже, он как бы подтверждается, продолжается. И по моим ощущениям, если в этом году и будут выборки для тех людей, которые эмигрируют из-за границы Канады, то это будет, не знаю, может быть, один-два раза. Да, вспоминаем, что в предыдущей доковидной истории выборки для кандидатов из-за границы были в среднем где-то, наверное, раз в полтора месяца. Да, то есть довольно-таки приличное количество в общей сумме на конец года. Сейчас у нас сейчас середина апреля, ни одной выборки для кандидатов из-за границы не было. Все выборки, они были для тех людей, которые уже находятся в Канаде, то есть для людей, которые эмигрируют по программе Canadian Experience Class, либо номинант от провинции, которые, опять же, физически находятся здесь. Плюс мы продолжаем наблюдать за ростом всяких разных пилотных программ, которые дают возможность людям, которые уже работают в Канаде или которые уже нашли работателя в Канаде, получить через какое-то время статус пиар. Собственно, вот этот тренд, про который я говорил в прошлом видео, он как бы в прошлой нашей встрече, он никуда не делся, он усиливается. И последняя выборка, которая была в пятницу, то есть позавчера, 417 баллов всего в рамках программы Canadian Experience Class для тех людей, у которых есть канадский опыт работы, был еще дополнен, его откомментировал министр миграции, который сказал, что мы, если перефразировать, мы хотим, чтобы вы остались, мы хотим, чтобы вы как бы никуда не уехали. То есть это прямым текстом мы говорим, условно говоря, что все те, которые находятся в Канаде уже сейчас, как бы они, по крайней мере, в этом 21 году будут находиться в приоритете. Если ты выполняешь какие-то минимальные баллы, кстати, уже после нашей, помнишь, после нашей прошлой беседы у нас была выборка в марте, да, когда проходной балл был всего 75. Да, все подумали, что это какой-то сбой системы. Да, 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 где было приглашено 27 тысяч 300 с копейками человек, и в принципе 75 баллов это что? Ты просто должен быть живым. Ты просто должен быть живым, да, то есть неважно большому счету, там, не твой уровень языка, там, не то, по какому ногу ты работал, ты просто должен быть. Да, ну, понятное дело, что там были ограничения, естественно, ты должен был знать язык, да, на уровне там силы B5, не меньше. Ты должен был зарегистрироваться там до сентября 2020 года в системе, чтобы по этой программе пройти. Ну, как бы то ни было, да, это просто, ну, все, короче говоря, кто был, да, все 27, почему это 27 тысячи получилось, потому что эти 27 тысяч там, собственно, и были. Да. Вот, и дальше, опять же, мы наблюдаем, после этого было еще несколько выборок по коллеги-эксперенс-класс, и все они были довольно-таки низкого там, в низкой вилке, там, 400, вот 417, как я уже говорил, в пятницу, до там 400 с копейками, 400, 440, по-моему, что-то такое. Вот в этом диапазоне это было. Значит, получается такой, налицо такой тренд снижения вот этого проходного балла под тем людям, которые уже в Канаде, да, то есть, как ты и сказал, то есть министр иммиграции заявил, что мы вас всех хотим оставить, а это значит, что мы найдем способ, чтобы вас оставить, имеется в виду, что снизить требования как можно ниже, вот, ну, чтобы люди просто уже не уезжали. Ты можешь прокомментировать, почему это происходит, да, сейчас вот многие спросят, с чем это связано, у вас что, не хватает людей, или у вас сильно там бумит экономика, и поэтому рабочей силы не хватает, то есть, почему Канада до сих пор принимает столько иммигрантов и заинтересованы их дальше принимать. Даже несмотря на то, что а-ля у нас как бы кризис происходит. Ну, смотри, на самом деле, во-первых, я вспомнил сейчас свою мысль, которая мне возникла, когда я увидел результаты пятничного, значит, розыгрыша, я подумал, что у меня такое ощущение, что это, знаете, ученики-двоечники, которые заглядывают в конечный учебник и посмотрят правильный ответ, да, какой необходимо написать правильный ответ для того, чтобы у тебя задачка сошлась. Вот у меня возникает мысль по поводу этих баллов, что, значит, они специально каким-то образом регулируют балл, чтобы выгребать всех тех, кто у нас, собственно, находится в том количестве, которые есть, потому что Выборка пригласила в пятницу 6 тысяч человек на подачу на иммиграцию. Значит, почему это происходит? Потому что у нас существует директива о том, чтобы не пущать людей из-за границы. Я знаю, что есть проблема с теми людьми, мы по этому поводу тоже говорили, кто уже стал иммигрантом, у кого были на руках документы, подтверждающие, что он может ехать в Канаду как иммигрант, и они не могут въехать, да, потому что необходимо для этого получить специальное разрешение, а это разрешение дается в порядке живой очереди, а живая очередь на все стороны мира, да, и поэтому все это тянется месяцами, месяцами, и уже у кого-то годами получается, что год прошел. Проблема в том, что вспоминаем, что у нас на этот год есть план приема иммигрантов в 401 тысячу человек. Если у тебя нет возможности по директиве привозить людей из-за границы, кто уже имеет документы, что делать? Собирать тех, кого есть. Абсолютно. Как бы вставить в отчетности в виде галочки, что план выполняется за счет тех людей, которые находятся в Канаде. Да, да. Собственно, вот оно и выполняется. То есть у нас в Канаде, чтобы вы понимали, где-то порядка, по-моему, последней цифры, которую я видел, около 600 тысяч студентов иностранных. Да. Соответственно, считайте, это 600 тысяч будущих канадцев. Соответственно, они продолжают учиться, да, не забываем, что они находятся в Канаде, даже если они учатся в виртуальных классах, они продолжают учиться. Соответственно, после окончания учебы они продолжают иметь право на получение рабочей визы. И выполнить условия потом для получения, для вхождения в программу Канаде Экспириенс Класса. Соответственно, запас есть, запас многие сотни тысяч человек. Соответственно, мы можем не принимать никого из-за границы и работать с тем контингентом, который находится уже здесь. Что, собственно, и делается, да. То есть от тебя требуется... Во-первых, кстати, забыл сказать, что, да, что не забываем, что в начале этого года, уже, по-моему, после нашей беседы прошлой, были две или три директивы, которые облегчали возможность людям, которые находятся по Postgrad Work Permit, то есть выпускники с рабочими визами, продлевать свой статус или каким-то образом, как бы, безболезненно менять свой статус, да, на другой тип визы, чтобы никуда не уезжать. Да. Это важный момент, потому что вы должны все помнить, что если мы говорим про рабочую визу выпускника, то это по закону, это одноразовая история. Один человек может получить только один раз в своей жизни рабочую визу выпускника. Потом он может получать сколько угодно рабочих виз, но это будет не рабочая виза выпускника, это будет другая рабочая виза. Соответственно, вот у нас произошел, когда уже два с половиной месяца назад, беспрецедентная, собственно, акция от правительства, которая сказала, что если ваша рабочая виза выпускника заканчивается, то вы имеете право продлить ее еще на полтора года. Ну, то есть до срока полтора года. Для того, и при этом в куменике Министерства миграции было подчеркнуто, что это сделано специально для того, чтобы люди потом имели право на подачу документов на миграцию. В случае, если они попали под коронавирус, а по сути все выпускники, скажем, 20-го года, они все попали под коронавирус, да, о каком поиске работы может идти речь. Соответственно, у многих там была однолетняя, там, или полутора, или двух, ну, одна или двухлетняя рабочая виза. Соответственно, они уже, из-за того, что они не смогли найти работу, они уже, получается, были дисквалифицированы для того, чтобы принимать участие в программе Канадий Эксперинс Класс. И Министерство миграции идет им навстречу для того, чтобы, опять же, они никуда не уезжали, потому что вы нужны Канаде. И везде, на всех уровнях, во всех куменике, во всех интервью, на всех выступлениях представители Министерства миграции, министры миграции говорят о том, что, значит, мы очень ценим тот потенциал человеческий, который есть в лице выпускников. Они уже отучились, отработали, отжили в Канаде энное количество лет. Они уже интегрированы в канадское общество. Они уже подходят по всем нашим параметрам. И мы не хотим, чтобы мы потеряли такой прекрасный, как бы, ресурс. Вот. Соответственно, политика такова, что мы работаем, и мы даем шанс тем, кто находится в Канаде, и мы даем шанс тем людям, которые даже не выполняют по каким-то объективным причинам требования для того, чтобы попасть в программу Канаде Экспертных Класс, чтобы они нашли новую возможность для того, чтобы эти требования выполнить. Подыгрывать, знаете, как бы два человека, которые сильный игрок и слабый игрок, да, и сильный игрок, подмухлевывают в пользу слабого игрока для того, чтобы дать возможность ему выиграть. Да-да-да-да. Ну, вообще, интересно, такая же складная ситуация. Никто вообще не мог, наверное, предполагать еще в прошлом году, да, что такие, условно говоря, в кавычках подарки будут делать Министерство миграции людям, которые уже находятся в Канаде, да, потому что мы все знаем, что те же студенты, чтобы приехать в Канаду, это сейчас очень сложно, и нужно было очень аргументированно объяснять, зачем ты едешь в Канаду, да, что вот мне нужна учеба, почему тебе нужна учеба, и так далее, и так далее. А сейчас, получается, это все переворачивается в то, что люди, пройдя вот этот сложный этап, у них сейчас намного все облегчается, да, и вот этот вот, условно говоря, им, ну, нельзя сказать, что повезло, но в какой-то степени повезло, что они успели попасть в Канаду, вот, а сейчас у них, по сути, все благоволит к тому, что они, в принципе, без проблем получат permanent resident. Ну, да, опять же, все делается для того, чтобы у них шансы на то, чтобы они получили, шансы на выполнение формальных требований для получения пиар, как бы, они увеличились, это правда, то есть, как бы, это объективная реальность. Соответственно, если мы вот говорим по поводу вот тех шести программ, про которые ты упомянул в самом начале, да. Именно я про них и хотел спросить, потому что мы к ним, в принципе, и подошли, да, они, я так понимаю, были и созданы. Да, абсолютно верно. Значит, напоминаю вам, что Министерство миграции 12 апреля объявило о том, что оно открывает шесть новых, это даже не программы, да, это стримы, опции, да, опции. Шесть новых опций для тех людей, которые либо закончили недавно канадское чемпионное заведение, то есть после 2017 года, после ноября 2017 года. Значит, либо те люди, которые работали в медицинских профессиях, даже нет, в профессиях, которые связаны с системой здравоохранения, потому что там могли быть какие-нибудь социальные работники тоже, да, хотя они не медики. Значит, и те люди, которые другие профессии, которые относятся к essential work, да, то есть все то, что очень важно для функционирования канадского общества и инфраструктуры, да. И Министерство миграции, опять же, в своем коммунике, когда она презентовала эти самые программы, сказала, что мы очень ценим вклад людей во время коронавируса, да, они очень, как бы, ценный для нас ресурс, и мы хотим, чтобы они в какой-то мере получили награду, да, в таком виде. Соответственно, квота на вот эти три программы, про которые я сказал, это 90 тысяч, и плюс есть отдельные три таких же зеркальные программы, которые направлены на людей, у которых есть французский язык. И что самое интересное, опять же, я об этом говорил, по-моему, в нашей прошлой беседе, о том, что Министерство иммиграции взялось за развитие франкопонии, то есть франкоязычия в Канаде за пределами Квебека, да, напоминаем вам, что единственная франкоязычная провинция в Канаде это Квебек, официально двуязычная провинция в Канаде это Нью-Брансвик, и остальные провинции это чисто англофонные провинции, на которых английский язык, и единственное, что их связывает с французским языком, что по закону они обязаны в тех органах, которые имеют отношение к государственной власти, делать все на двух языках, на французском и на английском, то есть люди в быту, они вообще не знают ничего, в лучшем случае знают, не знаю, там, Жимапель Петя, там, или, не знаю, там, или Мерси и Адио, как бы, все, вот, все, они спокойно живут без французского языка, Министерство иммиграции и правительство говорит о том, что мы хотим, чтобы мы были действительно франкоязычной, в том числе страной, двуязычной, да, и поэтому мы говорим о том, что мы ближайшие три года, каждый год, там, по полтора процента будем увеличивать количество франкоязычных кандидатов на территории всех провинций за пределами Квебека. Да, то есть мы сейчас говорим не каких-то специальных программ для Квебека именно, а для всех именно, именно, с французскими. Да, да, вот, вот, просто я хочу закончить эту историю по поводу шести этими программами, да, что три программы мы про них сказали и три программы зеркальные, точно такие же, но для кандидатов, которые знают французский язык. И, что самое важное, что их отличает от англофонов, это то, что там подчеркивается, что для кандидатов, которые идут с французским языком, никаких квот не существует. То есть, если мы говорим про первые три программы, то там ты должен набрать девяносто тысяч, там, по каждой программе определенное количество тысяч, либо, да, да, сорок для выпускников, тридцать для людей, которые работают по Essential Work, и двадцать процентов для тех, Health Related Occupations. Вот. А французские те же самые, там написано они без квот. А еще надо добавить по поводу англофонов, этих трех программ, что там написано девяносто тысяч или до момента, пока не будут набраны эти девяносто тысяч. то есть, как бы программа, это не программа, а эти опции открыты с мая по ноябрь, соответственно, если в этот период, собственно, набирается по каждой категории вот эта необходимая квота там двадцать, тридцать или сорок тысяч человек, то, значит, прием документа прекращается. А если нет, то она продолжает работать до, собственно, какого-то, пятого ноября. Соответственно, франкофоны также идут работать с шестого мая по пятого ноября, но неважно, какое количество тысяч там человек этих будет, они все получают зеленый свет для того, чтобы получить статус пиар. То есть, практически, что это значит для людей? Это значит, те, которые сейчас находятся здесь в Канаде. Это значит, что если вы находитесь, имеете возможность пройти или как eligible, пройти по одной из этих программ, но, предположим, вы не попадаете в квоты, вот, допустим, сейчас наберется быстро квота там по essential workers, да, то что это значит, если вы владеете французским, вы можете... При этом уровень французского, что самое интересное, не должно быть каким-то запредельным. Это CLB4. CLB4, условно говоря, это примерно уровень B1. То есть, в принципе, любой человек, у которого есть желание в учебный французский язык, до B1 он дотянет за три месяца. Вот. То есть, можно прямо сейчас сесть, начать интенсивно учить французский и через 3-4 месяца пройти по этой программе? Абсолютно верно. Если ты выполняешь формальные условия, да, там должен быть не меньше года работы или ты должен закончить недавно учебное заведение, ля-ля-ля. То есть, надо просто смотреть структуру, да. Но в любом случае, если ты выполняешь требования по французскому языку, ты автоматически сам себя переносишь из стрима, который для англофонов, в стрим для франкофонов. И таким образом ты делаешь практически стопроцентный, если там не будет какого-то другого подвоха у тебя лично в твоей биографии, делаешь свою эмиграцию практически стопроцентной. А это относится к системе отбора экспресс-энтри. То есть, эти программы идут в составе экспресс-энтри, через экспресс-энтри или они как бы отдельно? Нет, они идут в рамках... Хороший вопрос, на самом деле. Я не готов сейчас сказать, как бы я не буду... Да, потому что, по идее, после этого должны последовать министерские инструкции, которых я пока не видел, в которых написано, каким образом технически это реализуется. По логике вещей это отдельные программы, и я не думаю, что это будет экспресс-энтри, честно говоря. Потому что... Да, да, да. Надо смотреть. Почему я не думаю? Потому что я буквально заполнял пару дней назад профиль для одного из своих кандидатов, и там никаких новых опций, вопросов, которые, значит, имеешь ли ты такой-то опыт, ты закончил... То есть, то, что написано в полисе от 12 апреля, никаких новых вопросов в связи с этим полисе в существующем аккаунте экспресс-энтри пока нет. Поэтому либо они добавят что-то, да, либо будет отдельная инструкция, как именно вам надо будет подавать. Потому что, смотрите, это еще рано об этом говорить, ибо напоминаю, что прием документов начинается с 6 мая. Вполне вероятно, до 6 мая они что-то конкретное нам скажут, да. Хорошо, Сергей. С этим, я думаю, более-менее понятно. Если кому-то интересно, они могут зайти на официальный сайт, я оставлю ссылку под этим видео, то есть почитать официальные требования и, опять же, внимательно следите, буквально каждую, не знаю, неделю проверяйте обновление, что поменялось на сайте, может быть, какие-то уточняющие требования появляются и так далее. То есть за этим нужно внимательно сейчас следить, потому что с начала мая начнется прием документов непосредственно на эти программы, да, и уже нужно быть готовым к этому. Вот, Сергей, пару вопросов еще, что касается сейчас по рабочим визам, да, вообще сейчас люди приезжают извне Канады по рабочим визам? Да, приезжают. Ситуация такая, что если у тебя закрытая рабочая виза, то ты продолжаешь приезжать. Значит, для, напоминаю вам, да, что существует исключение из правил для тех людей, кто имеет право пересекать канадскую границу. Значит, если мы говорим о рабочих, то они попадают под это исключение. Как мы помним, есть две категории людей, у которых есть рабочая виза, у которых есть закрытая рабочая виза и открытая рабочая виза. Закрытая рабочая виза позволяет тебе работать на одного единственного работателя во всей Канаде и, соответственно, нигде больше ты работать не можешь. Открытая рабочая виза позволяет тебе работать где угодно, в качестве кого угодно и как угодно. Значит, если у человека есть закрытая рабочая виза и в контракте написано, что, допустим, не знаю, 1 мая он должен приехать на работу и выйти на работу. Значит, он показывает свой контракт, он показывает свою, значит, рабочую визу, да, вклеенную, которая там, сама виза, И благодаря этим вещам он, собственно, пересекает границы. Если мы говорим про людей, у которых есть просто открытая рабочая виза, без работодателя, то он въехать не может. Исключение, опять же, если только он не является близким родственником человека, который живет в Канаде в качестве канадца или же в качестве работающего по закрытой рабочей визе. Это как бы там другая совершенно история, другое исключение. Поэтому рабочие визы даются, люди приезжают, но они на сегодняшний момент приезжают только лишь одни, то есть жен, детей и так далее. Прямо сразу они привезти не могут. Они должны сначала приехать в Канаду сами, а потом уже их жены, дети, если у них есть там туристические визы или рабочие визы, они будут по отдельному исключению прилетать уже после владельца рабочей визы. Ясно. Есть ли какие-то у нас изменения за последние месяцы относительно иностранных студентов? В отношении интернет-судентов есть единственная официальная информация, это то, что с осени следующего года, уже этого года, 21 года, с осени 21 года практически все университеты собираются вернуться к обучению в нормальном режиме личного присутствия. То есть идея с виртуальными классами, она как бы остается запасной, но пока намерение у всех вернуться к нормальному обучению в связи с чем? В связи с тем, что, как мы помним, правительство Канады заявило о том, что до сентября месяца зуб даем, да, Justin Trudeau и company, что все, кто хотят, они все отвакцинируются. Соответственно, риск того, что, собственно, у нас будет какая-то вспышка очередная эпидемия и все такое прочее, как бы она значительно снижается. Соответственно, в разных провинциях свой собственный план, вот, допустим, в Клубеке, где я живу, правительство сказало, что мы отвакцинируемся до 24 июня, все, кто хотят. Значит, единственный там подвох, который может быть, это что федералы не предоставят нам необходимое количество вакцин. Но потому, что есть сейчас, они говорят, что да, мы все, как бы, у нас все в силе, до 24 июня мы отвакцинируемся. В других провинциях та же самая ситуация, она не сильно отличается. И как бы то ни было, опять же, как бы подразумевается логически, что большая часть населения будет уже отвакцинирована, соответственно, никакого риска не будет. И поэтому учебные заведения вернутся к нормальной системе обучения. Что касается выдачи виз, то та же самая ситуация, как и прежде, вспоминаем, что существует три уровня учебных заведений, ну, три уровня обучения. В колледже, в университете, в университете на баке, в университете на мастере, на докторе, соответственно, в зависимости от того, какой у тебя уровень обучения, риски получения, отказ у тебя выше или ниже. Если уровень колледжа, риски очень высокие, если уровень магистратуры, докторантуры, риски не очень высокие. Да. Окей. И последний вопрос в этом, в этой нашей сегодняшней беседе хотел задать по поводу тех, кто уже получил, как это называется, COPR, да, как это правильно расшифровывается? Confirmation of Permit Residence. Да, confirmation of Permit Residence. То есть, по сути, они уже получили право получения Permit Residence, но им физически нужно приехать в Канаду. Я знаю, что таких людей сейчас очень много, да, и их вот не пускают по каким-то причинам, не выдают визы, не выдают паспорта в некоторых странах. Все это очень варьируется от страны к стране, но есть ли какие-то новости на этом фронте? Ну, на самом деле, новости простые, что, во-первых, напоминаю вводную часть, что те, кто получил свои COPR до 18 марта, они без проблем могут въехать, да, 18 марта 2020 года. Те, кто после, они должны получать специальное разрешение для этого. И при этом это разрешение дается в общем порядке. То есть, все страны мира от США, там, ну нет, США не считается, это отдельная тема, от, допустим, Перу до Китая, они все, значит, отправляют в общий котел свое разрешение, запрос на разрешение, и, в общем, в общем порядке они обрабатываются в порядке очередности поступления заявки. Значит, поэтому, собственно, и возникает проблема, что у многих людей истекают сроки медицины, истекают даты, указанные в их иммиграционной визе. И что в этой ситуации, да? В этой ситуации министерство иммиграции регулярно выпускает всякие разные коммуникации сообщения, что, пожалуйста, не дергайтесь, значит, мы ситуацию разрулим, но ничего нового для вас не происходит. Однако, с самого же, с самого практически начала у нас, наша история с этими запретами, да, на въезд, есть исключение лазейка. Значит, исключение лазейка говорит о том, что люди, которые эмигрируют, точнее, эмигрируют, а пересекают границу для получения статуса постоянного жителя Канады, да, новой свежей иммигранты, через сухопутную границу США, они это могут делать без всяких там запросов. То есть, если у вас вот какой-то цитнот, если вы понимаете, что вот вы никуда не успеваете, у вас есть американская виза, или вы можете ее получить, то для вас это будет выход, да, вы должны будете прилететь в США, сесть на машину, доехать до сухопутной границы и перейти границу, стать пиар через сухопутную американо-канадскую границу. Это единственная опция. Во всех остальных случаях вы должны быть разрешены, если только вы в отрыве от вашей пиар-истории не попадаете под лист исключения. То есть, допустим, вы не являетесь супругом канадца, да, или у вас не живут родственники, близкие в Канаде и так далее. То есть, если попадаете под исключение, вы и так можете въехать, да, на основании того, что вы в исключении, но не на основании того, что вы пиар-холдер. Но не может такого произойти, что человек приедет на границу, а ему скажут, нет, мы вас не пускаем. Нет, нет, так не может быть. Окей, окей. Да, единственное, что вы должны понимать, что у нас там существуют всякие разные карантинные требования, что ты должен делать за 72 часа, даже до пересечения сухопутной границы, тест. Ты должен будешь сделать тест на канадской границе, после этого проследовать в место, где ты будешь проходить карантин, просидеть все время там. Тебя будут проверять. Я слышал огромное количество людей, которые говорят, что да, действительно, звонят, проверяют. Иногда приезжают домой. И приезжают, да. Вот, и, соответственно, после окончания теста, после окончания карантина, ты должен будешь делать еще один раз тест. И после этого ты свободен. Ну, по крайней мере, те люди, которые давно хотят приехать, они физически таким образом могут оказаться в Канаде с выполнением всех вот этих карантинных требований. Абсолютно верно. Да. Окей. Хорошо. На этом будем заканчивать. Если у тебя есть какие-то еще дополнения, есть еще пару минут. Ну, дополнения, на самом деле, они такого технического характера. Я бы просто хотел сказать, что министерство миграции перестраивается, и уже, можно сказать, перестроилось на работу в таких вот ковидных условиях. Появляется все больше и больше программ и, там, скажем, областей деятельности министерства миграции, которые целиком и полностью оцифровываются, да, то есть они переходят в электронный режим. 1 апреля было объявлено о том, что порядка, там, по-моему, 7 или 8 миграционных программ теперь подаются не на бумаге, а через электронный портал. Продолжается тема с виртуальными тестами на гражданство и церемониями на гражданство. То есть все, что возможно перевести на такой вот виртуальный формат, все это дело переводится, да, это, по крайней мере, они говорят о том, что это должно помочь ускорить процесс рассмотрения, да, потому что, напоминаю вам, что в период коронавируса только порядка 20-30% всего человеческого потенциала министерства миграции, кто должен карпить над бумажками, карпит над бумажками, да, а все остальные сидят дома, там, что-то там делают, но при этом получают полную зарплату. Это делается в целях сохранения здоровья госслужащих, но людям, которые мигрируют, от этого не легче, да, потому что сроки, как я уже говорил в прошлый раз, потекли примерно 4-6 месяцев. Из-за того, что на несколько месяцев практически работа министерства была заблокирована. То есть формально она продолжала работать, но по факту пропускная способность была значительно снижена. Да, да. Хорошо. Я думаю, что в следующие несколько месяцев у нас тоже будут появляться постоянно новости, потому что, как ты сказал, что есть достаточно реализуемые планы по вакцинации населения, да, и вакцинация идет активно, медленно или быстро, это уже другой вопрос, но она идет. И поэтому, скорее всего, что до конца лета вакцинация пройдет в том объеме, в котором правительство ее хочет достигнуть, да, там, по-моему, около 70% хотят как минимум вакцинировать. Для того, чтобы это им даст, скорее всего, опять же, мы не знаем, возможность снижать какие-то ограничения, возможно, открывать границы. Мы все на это очень сильно надеемся и все этого хотим. Вот, и поэтому в следующем месяце будет много еще новостей, поэтому мы будем с тобой тоже оставаться на связи. Обязательно запишем, может быть, через месяц, через два подобные обновления. Вот, ребята, если у вас на данный момент есть какие-то вопросы, что-то было непонятное, напишите нам в комментариях. Как Сергей попробует ответить в таком порядке, в живом. Вот, ну, естественно, мы наберем какие-то вопросы на следующее обновленное видео. Хорошо, Сергей, тебе спасибо еще раз. Будем на связи. Спасибо за приглашение. Да, все. Всем удачи. Счастливо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!